Люберцы называют родиной вертолётостроения. Здесь создавали летательные аппараты, выдающиеся авиаконструкторы Камов, Миль и их последователи. А 90 лет назад на Ухтомском аэродроме Алексей Черемухин совершил рекордный полёт на первом советском геликоптере. Тему продолжит наш корреспондент. Алексей Черемухин родился в Москве. После окончания гимназии золотой медалью поступил в Политехнический институт на механический факультет. Но с началом Первой мировой войны оставил учёбу и записался в авиационный отряд. 5 сентября 1914 года 13-й авиационный отряд стал отрядом действующей армии. И через 10 месяцев Алексея Михайловича отдали в школу авиации Московского императорского общества в воздухоплавании. Будучи механиком, он только помогал летать, а теперь ему простояло стать летчиком самому. Первый полёт Черемухин совершил в конце апреля 1916 года. Всего во время войны он выполнил 140 боевых вылетов, связанных с разведкой, корректировкой огня и истребительным прикрытием. Уже в мирное время участвовал в создании первого в стране авиационного научного учреждения. Проводил исследования в области методов расчёта продольной устойчивости самолёта. Занимался проектированием и строительством самой большой в мире аэродинамической трубы. А с 1927 года руководил работами по винтовым аппаратам, геликоптерам и автожирам. А вот и знаменитый вывод вертолёта в ЦАГе из ангара. Сентябрь 1930 года. Аэродром в Ухтомской. 92 года назад, 13 сентября, лётчик-инженер Алексей Черемухин совершил первый полёт на геликоптере. Событие произошло в Люберцах. Вот так о нём писали. На рассвете машина выведена на якорную стоянку. Запущены двигатели. Последнее предполётное опробование всех механизмов. Последние тренировочные подъёмы на привязи. Машина выводится на старт на Ухтомском аэродроме. Черемухин запустил двигатели. Геликоптер оторвался от земли и на несколько секунд завис в воздухе на высоте 3 метра. Полёты совершались почти каждый день. Начались новые испытания. И 14 августа 1932 года он совершил рекордный полёт. Геликоптер пролетел в расстоянии 13 километров с максимальной высотой полёта 605 метров. Рекорд установлен на Ухтомском аэродроме. Так как информация по этому полёту была засекречена, многие думали, что его воспроизвёл Сикорский. Но в наше время справедливость восторжествовала. И возле Камовского завода стоит памятник в честь Черемухина и его первого полёта. Два десятилетия назад в Люберцах появилась новая улица. По многочисленным обращениям жителей ей присвоили имя Черемухина. С именем создателя первого советского вертолёта связаны и 25-я Люберецкая школа, и музей этого образовательного учреждения, который в 2005 году за исторический вклад в обучение школьников награждён орденом Александра Невского третьей степени. Люберцы наши родные – это родина вертолётостроения не только России, но и мира. Первый заложил большое начало в аэродинамики – это Жуковский. А потом, значит, Идиурев, который предложил вот эту схему продольную. Братухин, который уже в своё время выполнил вертолёты, поперечные схемы. Ну и наш Черемухин, который здесь у нас на Люберецкой земле поднял вертолёты, выполнил эволюции первые. Висения, перемещения, развороты. На площади перед школой в 2009 году торжественно открыли бронзовый бюст Черёмухина. А в самом учреждении проводят ежегодные черемухинские чтения. Ученики рассказывают о достижениях в области вертолётостроения, многие из которых устанавливаются в Люберцах.